В Казахстан с государственным визитом прибыл президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Это его первый официальный приезд в нашу страну и уже второй зарубежный с начала президентского срока. В конце прошлого месяца глава соседнего государства побывал в России. В администрации кыргызского президента сообщили, что в Нурсултане Жапаров проведет двусторонние переговоры с Касанжумартом Тукаевым и Нурсултаном Назарбаевым. Также планируются встречи с представителем Мажелиса, премьер-министром и представителями бизнес-кругов Казахстана. Жапаров возглавил Кыргызскую республику после победы на досрочных президентских выборах 10 января. За него проголосовали свыше 79% избирателей. Подробности официального визита мы расскажем в ближайшее время. Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал референдум по новой конституции и призвал оппозицию идти на досрочные парламентские выборы. Также премьер извинился перед жителями страны за ошибки своего правительства. Прощения он попросил во время митинга на площади республики Веривани. Я хочу извиниться перед всеми гражданами Армении за свои ошибки. Если политические силы согласятся с нашими предложениями, мы готовы пойти на внеочередные выборы. Я хочу, чтобы народ получил эту возможность. Я хочу быть уверен, что вы нас прощаете. Давайте пойдем на внеочередные парламентские выборы. Напомню, массовые демонстрации проходят в Армении с прошлой недели. Ситуация в республике обострилась после того, как Генштаб во главе с Соником Гаспаряном потребовал отставки Пашиняна. Премьер-министр назвал эти действия попыткой военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Согласно Конституции, сделать это может президент. Однако глава государства Армен Саркисян отказался подписывать указ, но Пашинян повторно направил ему документ. Теперь президент в трехдневный срок должен или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде. Словакия стала вторым европейским государством, одобрившим российскую вакцину «Спутник Ви». Страна закупит 2 миллиона доз препарата. По словам властей, вакцинация будет добровольной и без возрастных ограничений. И может начаться уже через пару недель. При этом жители должны будут подтвердить, что хотят привиться именно этой вакциной, поскольку пока она не одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам. Напомню, «Спутник Ви» уже используют в 39 странах. В Европе первую вакцину одобрили в Венгрии. В течение следующих двух месяцев мы получим 1 миллион доз вакцин согласно контракту. То есть они будут предназначены для полумиллиона человек. А в мае и июне доставят еще столько же. Словакия сможет ускорить процесс вакцинации с помощью «Спутника Ви» более чем на 40% в ближайшие месяцы. Великобритания ищет неизвестного пациента, сдавшего положительный тест на COVID и не оставившего медикам своих данных. Ситуацию усложняет то, что у него обнаружен бразильский штамм вируса, который, по мнению экспертов, может быть менее восприимчивым к вакцинам. Отмечено сегодня, этот штамм обнаружили у шести граждан Королевства. Все они изолированы, но как заразился неизвестный гражданин, пока не ясно. К врачам он не обращался. Известно только то, что случиться это могло в середине февраля. Мы должны попытаться отыскать этого человека как можно скорее. Это касается и людей, зараженных южноафриканским штаммом COVID. Мы также проводим массовое тестирование жителей. Кроме того, все люди, прибывающие из стран с высоким уровнем заражения, должны будут пройти карантин. Между тем, европейцы, привившиеся от COVID, получат электронные удостоверения, содержащие информацию о вакцинации. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив, что проект цифрового удостоверения представят уже в этом месяце. По ее словам, новый документ гарантирует защиту личных данных, безопасность и конфиденциальность. Паспорт, к слову, будет единым на всей территории Союза. Почти 30 тысяч полицейских и военнослужащих задействовали в Чехии для того, чтобы обеспечить ограничение движения на поездки между регионами. По всей стране установили больше 500 блокпостов. Передвигаться разрешается только по работе или если ухаживаете за больными родственниками. Как сообщили в правительстве, данные ограничения ввели для снижения темпов распространения британского штамма COVID-19. Помимо этого, с понедельника закрыты детские сады и школы. Также сократили перечень магазинов, которым разрешено работать в период чрезвычайного положения из-за пандемии. 2 миллиарда долларов могут получить государственные школы Калифорнии, но при условии, если они вернутся к очной форме обучения. Средства им выделят власти. Они пойдут на улучшение условий учащихся. План по запуску школ не требует повторного открытия по всему штату. Окончательное решение остается за чиновниками и профсоюзами. Причем открыться учебные заведения могут лишь в тех округах, где эпид-обстановка стабильная. Возобновление работы школ запланировано на 1 апреля. Многие наши дети и воспитатели ждут день, когда они вернутся в школы. Выделенные средства – это стимул для многих учебных заведений. Они помогут безопасно вернуться в школу. Дети нуждаются в поддержке. 658 новых случаев заражения коронавирусной инфекции выявили в Казахстане за прошедшие сутки. Наибольший прирост зарегистрирован в Алматы. Там 102 заболевших. В Акмолинской области – 78. В Павлодарской – 77. В остальных регионах число зараженных существенно ниже. Всего в стране зарегистрировано больше 214 тысяч случаев заболевания коронавирусом. С 1 марта казахстанские школьники вернулись за парты. На фоне стабилизирующейся эпидемиологической обстановки главный санитарный врач республики разрешил общеобразовательным учреждениям начать комбинированный формат обучения. К привычным занятиям в режиме офлайн вернутся учащиеся с 1 по 5 классы общеобразовательных школ, а также с 1 по 7 классы международных. Все они должны присутствовать на уроках в обязательном порядке. В зависимости от эпидемиологической обстановки школы будут самостоятельно составлять учебный план и определять количество уроков. И во всех регионах процесс обучения в штатном или дистанционном формате, соответственно, будут проходить по-разному. Министерство образования рекомендовало оставить на дистанционке 30% предметов. Среди них художественный труд, физкультура и музыка. А вот все остальные преподавать как прежде в школах. Есть новости для учеников 6 по 8 и 10 классы, которые все еще остаются на дистанционном обучении. Во внеурочное время они могут прийти в школу и на индивидуальные занятия. По правилам в одной группе будет не больше 15 человек. Однако посещать их не обязательно. Решение об этом принимается только по согласованию преподавателей и родителей. Уроки у нас в основном в начальных классах в день или 3 или 4 урока. А в старших классах, это в 9-11 классах, максимум 5 уроков в день. И у нас перемены в разное время. И дети в школу тоже заходят в разное время. А у нас выход это отдельно. Вход в школу тоже отдельно. Температура измеряется. Все санитарные нормы соблюдаются. И дезинфицирующий режим тоже строго соблюдается. И еще у нас 6, 7, 8 и 10 классы, которые обучаются в дистанционном формате до сегодняшнего дня, они могут приходить на дополнительные развивающие занятия. Черное золото вновь дешевеет на биржах после стабильного роста. На мировом рынке возникли новые угрозы. Трейдеры в ожидании новых решений стран-участниц сделки ОПЕК-плюс по дальнейшей добыче нефти. Отмечу переговоры, начинаются сегодня. К эфиру присоединяется наш экономический обозреватель Индира Тикжанова. Индира, так о каких угрозах идет речь? Гульнар, появилась информация о том, что нефтехранилище Поднебесной, переполненный этот фактор, также может обвалить цены на нефть. На лондонской бирже марка Брент впервые за 10 дней опустилась ниже 63 долларов за баррель. WTI торгуется дешевле 60 долларов. Одной из причин эксперты называют новость о превышении запасов и возможном сокращении спроса нефти в Китае. Ситуацию прояснят предстоящие переговоры участников сделки ОПЕК-плюс. Эксперты прогнозируют, что несмотря на сохраняющиеся риски перегрева рынка, официальные квоты для экспортеров могут увеличить. А Саудовская Аравия, возможно, на этот раз объявит об отмене добровольного сокращения добычи нефтью. Отмечу, для Казахстана, как и прочими других игроков рынка, увеличение квот с учетом стабилизации цен было бы выигрышным решением. На днях в национальной кампании «Казмунэгаз» озвучили итоги за прошлый год. Сообщается, что в 2020-м объемы добычи нефти и газа сократились почти на 8%. Как отметили руководители кампании, причинами снижения показателей в том числе стали и ограничения в рамках сделки ОПЕК-плюс. Всего за прошлый год черного золота и газового конденсата добыли свыше 21 миллиона тонн. Больше всего на 11,2% сократилась добыча нефти на Тенгизе. На Кашагане и Карачаганаке все же удалось достичь 7% роста. На 3% «Казмунэгаз» сократил в прошлом году и добычу природного газа. Однако его экспорт почти не изменился в сравнении с предыдущим периодом. Между тем, на внутреннем рынке периодически наблюдались перебои с поставками топлива на АЗС. Предельная оптовая цена на газ до 1 марта текущего года регулировалась государством, сохраняясь на уровне 2016-го. Теперь распределение планомерно переходит на электронные торговые площадки. По мнению эксперта, нефтегазовая отрасль Олжаса Байдельдинова, действовавшая мера госрегулирования в период пандемии значительно поддержала как население, так и бизнес. Однако продолжать ее далее было невозможным, поскольку отрасль теряла рентабельность. В ближайшей перспективе эксперт прогнозирует подорожание голубого топлива, так как цены теперь устанавливает рынок. Отмечу на сегодня, казахстанский газ – самый дешевый на рынке ЕАЭС. Разница между нашим топливом и, например, российским составляет не менее 80 статинги. В среднесрочной перспективе уже цены на энергоносители, конечно же, будут расти. Это, конечно же, в первую очередь требования не только самого ЕАЭС, как объединения, это в том числе и требования ВТО, потому что, по мнению, по позиции, скажем так, всемирно-торговой организации, низкие цены на энергоносители внутри какой-либо страны, субсидируемые так или иначе государством, они создают неравные условия для производителей. А у нас, как вы знаете, в той или иной степени эти цены социальные, государство так или иначе воздействует на то, чтобы этот рынок, скажем так, был комфортен для нашего бизнеса, для нашего населения. И, как вы сами знаете прекрасно, в Казахстане сейчас самые низкие цены на энергоносители не только в рамках ЕАЭС, не только в рамках наших соседей, а вообще в целом в мире. И в нашей традиционной рубрике «Карта цен» мы выясняли стоимость литра газа на автозаправочных станциях разных городов страны. В Шенкенте литр газа стоит 56 тенге. На 4 тенге дороже в Казаларде. Такая же стоимость и в Алматы 60 тенге. В Нур-Султане цена 63. В Уральске 65 тенге. И столько же стоит газ на автозаправочных станциях Петропавловска. Между тем, в казахстанских автосалонах с этого года более чем на 5% подорожали самые популярные модели «Тойота». Авторы сайта «Колеса Кизет» в повышении стоимости связывают с появлением у дилеров автомобилей 2021 года выпуска. «Тойота Камри» в базовой комплектации «Стандарт» с 2-литровым двигателем теперь стоит 11,5 млн тенге. При этом только в декабре такая же модель оценивалась в 10,9 млн тенге. Топовые седаны с еще большим объемом двигателя и вовсе выросли в цене почти на 1,5-2 млн тенге. В среднем подорожал внедорожник «Ленд Крузер 200». Самая доступная его модель в автосалонах теперь стоит почти 30 млн тенге. При этом незначительно прибавила в цене «Тойота Королла». Отмечу, эта модель недавно заняла первую строчку в мировом рейтинге самых популярных машин 2020 года по версии агентства «Фокус-Тумов». В десятке самых востребованных моделей, в основном японские автомобили, им досталось сразу 8 позиций. Свыше 3000 кибератак совершили хакеры на территории Казахстана только за первый месяц этого года. Такие данные приводит портал «Ранкинг-Изет». По сравнению с январем 2020-го их число увеличилось почти втрое. Порядка 80% всех нападений приходится на так называемые ботнеты. Для получения незаконной прибыли преступники запускают сложные вредоносные программы, создавая целые инфраструктуры из зараженных компьютеров и других устройств. Число таких инцидентов за год выросло более чем в три раза. Также за это время зафиксированы 43 кибератаки, связанные с кражами персональных данных казахстанцев. Как сообщают авторы исследования, ссылаясь на лабораторию Касперского, при автоматических проверках в среднем за неделю в Казахстане обнаруживают свыше 200 тысяч заражений вредоносными программами. И официальный курс на сегодняшнее утро. Доллар стоит 417 тенге 90 тыинов, евро 503 тенге 7 тыинов и российский рубль 5 тенге 64 тыина. Гульнара, это были все деловые новости к данному часу. Эфир снова ваш. Благодарю, Индира Тикжанова представила деловые новости. Продолжим выпуск новостями о погоде. Сегодня в восьми регионах страны объявлено штормовое предупреждение. Дождь, снег, гололед, низовая метель и туман ожидаются на востоке республики. Аналогичная погода, но без осадков, ожидается в Карагандинской и Акмолинской областях. Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. 2 марта в западно-казахстанской области синоптики прогнозируют туманный гололед. В Костанайском регионе ожидается низовая метель. Туман накроет южные области страны. Сложные метеоусловия сохраняются в восточном Казахстане. В регионе не утихает метель. Местами порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Напряженная остается ситуация на трассах. Буквально этой ночью в снежный плен попали 194 человека, из них 18 детей. Эвакуация водителей и пассажиров продолжалась на автодорогах Бородулиха, Жескент, Алматы, Усть-Каменогорск, Алтай, Улькен-Нарын. Спасенных доставили в ближайшие пункты обогрева. Вызволять застрявших в переметах автомобилей спасателям помогают военнослужащие и полицейские. Из-за непогоды остаются закрытыми 12 участков дорог. 17 человек погибли на трассе Уральска-Трау с начала года, и это только на территории Западно-Казахстанской области. Последняя авария на прошлой неделе унесла жизни четырех женщин, оставив сиротами 15 детей. Почему республиканская автодорога стала смертельно опасной, когда и как будет решаться эта проблема, ответы на эти вопросы попыталась найти Батагос Базарбаева. Автодорога Уральск-Атрау. Двухполосная трасса в 500 километров. Чтобы обогнать впереди едущую машину, водителям приходится выезжать на встречную полосу. По словам полицейских, именно этот маневр, да еще скользкую дорогу в непогоду, приводит к смертельным ДТП. Статистика смертности, как сводки из боевых точек. Только за прошлую неделю на этой трассе погибли 13 человек, 8 ранены. С начала года в регионе 38 аварий унесли жизни 22 человек. 80 человек получили травмы, часть из них до сих пор в тяжелом состоянии. Это прежде всего из-за погодных условий, а также недисциплинированность самих водителей. К нами принимаются все меры по недопущению дорожно-транспортных происшествий. Значит, прежде всего, это выставляется дополнительный наряд. 259-й километр признан особо опасным участком, сейчас он наиболее аварийным. Кроме этого, унесено предложение по изменению приказа МВД-10. На данный момент находится на рассмотрении. Если разрешат, будут устанавливать скоростомеры в гражданских автомобилях и выезжать на трассы. По-другому никак. Только за эту зиму полицейские составили 26 АДМ протоколов за ненадлежащее содержание дорог. Но даже в закрытую трассу по скользкой дороге водители, не подчиняясь патрульным, выезжали на трассу навстречу гибели. Дорога очень плохая, слишком узкая. Фуры едут караванами. Обгоняешь, выезжаешь навстречу. Полиция говорит, вина водителей. Отчасти да, молодые парни летят на скорости 170, обгоняют. Но многие таксисты согласятся со мной. Дорогу надо строить новую, расширять надо. То и дело, встречные машины выезжают на твою полосу. Сидишь за рулем в страхе. Каждый раз, выезжая, молишься, чтобы вернуться благополучно, людей довезти. К тому же в непогоду вообще не чистят дорогу. Лед сплошной. Целый арсенал инструментов в машине спасателей предназначен для извлечения из машин пострадавших и погибших. Первая задача – вытащить живых. И при каждом выезде убеждаешься, что человеческая жизнь очень хрупкая, рассказывает Алексей Швейкин. Автомобиль – это средство передвижения, в котором очень много опасных факторов. Те же осколки стекла при разбивании, при сталкивании автомобиля. Пластмассовые панели в автомобилях, которые наносят урон жизни и здоровью человека. И сам корпус автомобиля металлический, он не скажет, что такой очень крепкий. Металл быстро сгибается, искореживается. В Атрау нет поезда, остается самолет или такси. Маршрутные автобусы запрещены почти год. За сутки они увозили в Атрау больше ста человек. Сейчас они пассажиры такси. Алло, это автовокзал? Да, это автовокзал, слушаю. Здравствуйте, я хотела узнать насчет маршрута Атрау. Маршрут Атрау не ходит с марта месяца 2020 года в связи с пандемией. Многие работники вынуждены были пойти на бессодержание. Автовокзал практически не работает. Предприятие в данное время находится почти на грани банкротства. Пассажиры боятся сесть на такси, так как они едут без проверки, без медико-осмотра, без технического осмотра, без путевых листов. Пассажиры желают сесть на автобусы, доехать до пункта назначения на автобусе, на общественном автобусе, так как это безопасный вид транспорта. Главным санитарным врачом Республики Казахстан были внесены изменения, которые вступают с 1 марта. В данной критерии предусмотрены возобновления деятельности межообластных автобусных маршрутов в желтой и зеленой зоне без ограничений. Теперь в ближайшее время будут предприняты все меры по возобновлению межообластных маршрутов Уральска-Атрау и Уральска-Ахтюбе. Еще одна хорошая новость готовится с метр реконструкции трассы Уральска-Атрау. Дорога станет вдвое шире и, что немаловажно, построят разделительную полосу. А пока выезжающим на трассу остается только пристегиваться ремнями, не превышать допустимые 110 км в час и, по возможности, не выходить на опасный обгон. Вот у Госбазарбаева была Чарльга Соконат Махмутов, Западно-Краснанской области, Хабар-24. Утренняя информационная программа в эфире и мы продолжаем. В Шымкенте сегодня ночью утушили крупный пожар на складе. В помещении площадью 600 квадратных метров вспыхнули автозапчасти и аксессуары. Склад находится на территории рынка Тулпар. Огонь не удавалось потушить в течение нескольких часов. И только в полвторого ночи пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Причины возгорания и ущерб будут устанавливать эксперты. В Павлодарской области женщина отбила мужа у двух хулиганов. Инцидент произошел в Аксу. Задержанным грозит уголовный срок. А в Кустанай мужчина нелегально продавал спирт. В гараже у предприимчивого бизнесмена полицейские нашли 635 литров алкоголя. Все подробности в хронике происшествий. В одном из торговых центров Алматы между родителями детей произошла драка. Конфликт случился на детской игровой площадке. Что стало причиной потасовки, выясняют полицейские. Ведется расследование по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Житель Кустаная нелегально продавал спирт. В гараже у мужчины полицейские обнаружили пластиковую тару и 635 литров жидкости. Выяснилось, что у 50-летнего мужчины на реализацию спирта нет соответствующей лицензии. Экспертиза показала, что изъятая жидкость является спиртосодержащей. За нарушение законодательства собран административный материал и направлен в суд для принятия процессуального решения. Житель Мангистауской области пытался перебросить мобильные телефоны на территорию колонии. Перекинув два свертка через основное ограждение учреждения, нарушитель пытался скрыться с места происшествия. Однако был задержан сотрудниками оперативного отдела. Мужчину привлекли к административной ответственности. В Аксу хулиганы напали на мужчину, который шел по улице вместе с женой и детьми. По словам очевидцев, двое молодых людей сбили его с ног и стали жестоко избивать. Супруга пострадавшего активно защищала мужа. По данным полицейских, причиной инцидента стала словесная ссора. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. В американском штате Кентукки после проливных дождей началось наводнение. Затоплены дома, размыты дороги. По словам синоптиков, только за сутки выпало больше 127 миллиметров осадков, что привело к разливу рек. Власти объявили чрезвычайное положение. Спасательные службы работают в усиленном режиме, задействована спецтехника. Сейчас эфир продолжит между строк и вот что вы увидите далее. Два месяца индивидуальные помощники инвалидов не могут получить заработную плату. В поисках истины они собрались перед зданием Акимата. Определились все участники плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею. Кто же занял последнее место в заветной восьмерке? Королю казахского вальса посвящается. В столице прошла презентация мюзикла о выдающемся композиторе Шамше Халдаякове, кто стал первым зрителем представления. Оставайтесь с нами. Гольфстрим еще никогда не был таким слабым. К такому выводу пришла команда ирландских, британских и немецких ученых. Кратко об их исследовании сообщает немецкий журнал «Шпигель». Авторы статьи сравнивают Гольфстрим с мощным насосом нашей планеты. Гигантская циркуляция океана – одна из важнейших систем переноса тепла на Земле. Ее ослабление может повлечь за собой ощутимые последствия для климата. Гольфстрим функционирует как огромная лента конвейера, которая переносит теплые поверхностные воды с экватора на север, а холодные, малосоленые глубинные воды отправляет обратно на юг. Таким образом переносится огромное количество тепла, поясняет Штефан Рамшторф, научный сотрудник Потсдамского института изучения климатических изменений. Рамшторф ранее уже показал, что с середины 20 века важное океаническое течение замедлилось примерно на 15%, что было связано с глобальным потеплением, вызванным человеком. Ослабление Гольфстрима влияет на обе стороны Атлантического океана. Движущееся на север поверхностное течение приводит к отклонению водных масс вправо от восточного побережья США. Если течение замедляется, этот эффект ослабляется, и у восточного побережья США может скапливаться больше воды. Это может приводить к более интенсивному повышению уровня моря. В Европе же ослабление Гольфстрима может вызвать учащение экстремальных погодных явлений и, например, усилить снежные бури над Атлантикой. Согласно последнему поколению климатических моделей, если потепление климата продолжится текущими темпами, то к 2100 году Гольфстрим ослабнет на 34-45%. В результате человечество опасно приблизиться к критической точке, когда течение станет нестабильным и непредсказуемым, передает Шпигель. Американцы не доверяют врачам-кардиологам. Это одна из причин высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе своих исследований и врачебной практики Уэр Эйдж сделал наблюдение. В большинстве случаев есть весьма эффективные способы предотвратить и вылечить болезни сердца, в отличие от того же рака. У нас есть хорошие лекарства, но мы проигрываем битву за информацию и доверие. Многие люди просто не доверяют врачам, когда дело доходит до лечения и рекомендаций. Те пациенты, у которых уже были инфаркты, не принимают прописанные лекарства или принимают их недостаточно. Это большая проблема, утверждает Хайдер Уэр Эйдж, который, с одной стороны, хочет повысить уровень доверия в больницах, а с другой стороны, понимает пациентов, которые находятся в сомнениях. В интервью журналу «Атлантик» он напомнил о долгом заблуждении кардиологов. Раньше считалось, будто высокое артериальное давление необходимо, чтобы кровь достигала самых труднодоступных частей тела. Спустя время, благодаря страховым компаниям, собирающим данные о миллионах человек, стало понятно, что высокое давление, напротив, приводит к росту смертности. Однако, получив эти данные, эксперты в свое время не стали проводить исследований на их основе. Во время Второй мировой войны от повышенного давления умирал каждый второй американец. Но в тот период ведущие кардиологи считали, что снижение артериального давления скорее приведет к отрицательным, чем к положительным последствиям. Потребовались десятилетия упорства не только страховых компаний, но и ученых, чтобы убедить устоявшееся кардиологическое сообщество, что в действительности лечение повышенного артериального давления – это правильное решение. Хайдер Уэрой считает, что пациентам нужно найти экспертов, которым они могут доверять, но при этом необходимо понимать, что устоявшиеся идеи не всегда истина в последней инстанции. Как повлияет на организм ежедневное употребление миндаля? Издание «Рай Аль-Йо-Юм» приводит слова американского диетолога Синти Са за пользу этого ореха. Результаты недавних исследований демонстрируют – употребление 40 граммов миндаля в день снижает уровень холестерина, нормализует артериальное давление и расслабляет кровеносные сосуды. Кроме того, орех содержит растительный белок, пищевые волокна, витамины группы В и Е, железо, калий, магний и полезные для сердца жиры. При этом витамин Е в данном случае действует как антиоксидант, защищая клетки от повреждений, старения и болезней, поддерживает иммунную систему, уменьшает воспаление, а также помогает расширить кровеносные сосуды, что улучшает кровоток. Еврокомиссия обещает защитить водителей и курьеров, передает Евроньюз. 24 миллиона человек, а это около 10% рабочей силы в Европе, хотя бы раз предлагали свои профессиональные услуги на различных онлайн-платформах. Большинство из них пользуются такой возможностью в качестве дополнительного заработка, а для 3 миллионов человек это основной источник дохода. Еврокомиссия обещает усовершенствовать регламент условий труда для сотрудников подобных структур уже к концу этого года. И онлайн, и офлайн все люди должны находиться под защитой и иметь возможность работать в безопасности и с достоинством, заявила замглавы Еврокомиссии Маргарета Вестагер. В Казахстан с государственным визитом прибыл президент Кыргызстана Асадыр Жапаров, у Трапа Жапарова встретили министра иностранных, дел Мухтар Тлеуберде, министр энергетики Нурлан Ногаев и столичный Аким Алтай Кульгинов, а также послы двух стран. Кыргызский лидер был одет по-весеннему, в Бишкеке плюсовая температура и вышел из самолета без маски. Для Жапарова это первый официальный приезд в нашу страну и уже второй зарубежный с начала президентского срока. В конце прошлого месяца глава соседнего государства побывал в России. В администрации кыргызского президента сообщили, что в Нур-Султане Жапаров проведет двусторонние переговоры с Касамжимартом Тукаевым и Нур-Султаном Назарбаевым. Также планируются встречи с председателем Мажелиса, премьер-министром и представителями бизнес-кругов Казахстана. Жапаров возглавил Кыргызскую республику после победы на досрочных президентских выборах 10 января. В Байдибекском районе на юге Казахстана помощники инвалидов не получают заработную плату. За час работы государство должно оплачивать им 358 тенге. Но люди утверждают, что и этой суммы не ведут последние два месяца. Требовать деньги они пришли в районы Акимат. Правда, там обвинения сразу опровергли. Катерина Попкова разбиралась в ситуации. У здания Акимата собравшиеся пришли требовать зарплату. Все они помогают людям с особыми потребностями. Помощники инвалидов жалуются, что уже второй месяц вынуждены приходить сюда с протянутой рукой. На этот раз требовать деньги решили уже на повышенных тонах. Нам не выплатили зарплату за два месяца 2021 года. Инвалидам также памперсы не давали. Постоянно обещают, что завтра. А уже сколько времени прошло. Еще нету ничего. В Акимате к такому переполоху были не готовы. Вызвали полицию. Однако расходиться люди отказались. Говорят, требуют не чужие деньги, а то, что заработали. В отделе занятости утверждают, что заработную плату за январь перечислили еще 23 февраля. А до этого обновляли программу. А задержка почему получилась? Задержка получилась, потому что у нас экономика поменялась программой. Меняется. Потом казначествие. Потому что раньше у нас было 159-м. Специфика была. Но сейчас меняется на 322-м. Свою зарплату помощники инвалидов получают не напрямую от отдела занятости, а через посредника, победителя госзакупок. Мы связались с руководителем фонда в Байдебекском районе. По телефону он сообщил, что скоро зарплату перечислят. Если мне только 2 дня, если я отправлю, как я могу отправить мне ямварскую оплату? Сегодня уже денег отправляется. В Байдебекском районе живут 152 инвалида, которым нужны индивидуальные помощники. Они сопровождают их в определенные места. Средняя зарплата у таких сотрудников примерно 24 тысячи тенге в месяц. Это не соответствует трудностям работы, говорят люди. Поэтому чаще всего помощниками становятся родственники инвалидов. В столице состоялась премьера мюзикла о короле казахского вальса Шамши Халдаякове. События приурочили ко Дню Благодарности. В качестве зрителей пригласили волонтеров, которые помогали жителям столицы во время карантина. Мюзикл готовили целых два месяца. На сцене была задействована вся труппа театра. Это примерно 60 человек. Примечательно, что главную роль сыграли три разных актера. По замыслу автора мюзикла он хотел показать несколько граней известной личности. Отмечу, Шамши Халдаяков написал больше 300 композиций. Во время премьеры на сцене исполнили около 20 из них. Столичные наши волонтеры, особенно во время пандемии, несмотря ни на что, они много работали, всяческие показали свою гражданскую культуру, свой гражданский долг. И огромное спасибо этим людям. Это и есть ученики, есть студенты, есть старшие поколения, есть средние поколения. И сегодня мы бесплатно им показываем этот спектакль. Специально хотим посвятить им. А так, в будущем спектакль будет идти на сцене. Старинные кюи, что мы знаем о них. В Казахстане выпустили сборник «Онтология казахского кюя Аманат». К каждому экземпляру прилагается цифровой носитель, на который записаны больше 500 редких кюев. Далее культвояж. В Национальной академической библиотеке состоялась презентация уникального сборника «Онтология казахского кюя Аманат», изданного на казахском, русском и английском языках. К каждому экземпляру прилагается цифровой носитель, на который записаны более 500 редких и старинных кюев. Национальное наследие мы должны в неизменном виде передать подрастающему поколению, иметь честь и возможность хоронить культурное достояние народа великой степи, которая не раз была на грани исчезновения, это большое счастье. Кюи, которые считались уже потерянными навсегда, находятся и обнародуются благодаря нашим ученым и их неимоверному труду. Все это результаты тщательного изучения архивных материалов не только Казахстана, но и других стран. Исследователями проекта был собран богатый материал в Китае, России, Монголии и в других странах, позволивший вернуть в Казахстан творческое и духовное наследие, которое сохранилось в среде зарубежных казахов. В антологии на трех языках даны подробные сведения о древних казахских исполнителях и сочинителях кюев, описаны истории, легенды о происхождении произведений. Проект реализовывали коллектив музыкантов-исследователей, которые занимались поиском, восстановлением, оцифровкой, аранжировкой этих музыкальных произведений. Они все записаны на аудионосители. Каждому кюю дана аннотация на казахском, русском, английском языках. История кюя, его смысл, сведения о древних исполнителях и композиторах казахской степи всех времен. К слову, проект на этом не заканчивается. Авторы планируют выпустить вторую часть цикла под названием «Казахстан жирдастан терме толгаулара». Третья будет посвящена казахским песням и напевам с древнейших времен до наших дней. В столице прошел концерт под названием «Сайрабулбул». Онлайн-мероприятия посвятили 120-летию композитора Монарбека Ержанова. Говорить о наследии Монарбека Ержанова можно очень долго. Он был любимым учеником Амрека Шаубаева. Монарбек был человеком, который вдохнул новое дыхание в отечественное композиторское искусство. Он был не только композитором, но и киши. В вечере прозвучали популярные произведения композитора в исполнении известных отечественных деятелей искусства. Среди них были и незвучавшие ранее Насхонер и Жастар. Его песня «Бахаджаре» требует высокого диапазона, так же, как и его «Ариащеге». Автором песни «Сайрабулбул» является Даир Жароков. Когда Куляш Байсиитова получила звание народной артистки, он вместе с Даиром Жароковым поздравил ее этой песней. Это одна из самых веселых и ярких композиций в репертуаре Монарбека Ержанова. В программе концерта выступили фольклорный ансамбль «Сараарка» и группа народных танцев «Шалкэма». Эрмитаж продолжает серию видеоэкскурсий, посвященных археологическим культурам эпохи Железного века. Античные авторы считали Кавказ краем земли. Именно на Кавказе был прикован цепями Прометей за то, что дал огонь людям и подарил искусство металлургии. А к берегам Калхиды отправились аргонавты на поиски золотого руна. Новый выпуск посвящен одной из наиболее ярких и интересных культур Кавказа. Это кабанская культурно-историческая общность. О ней слушателям рассказала Екатерина Васильева, научный сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири. Стать участником видеоэкскурсии можно на официальном YouTube-канале Эрмитажа. Всемирно известный пианист Ланг Ланг порадовал своих поклонников новым видеоклипом на YouTube. После успеха альбома «Leng's Leng's Goldberg Variations» музыкант представляет серию из семи новых записей. В альбоме представлены некоторые произведения, в которые пианист погрузился во время интенсивного изучения музыки Баха. В творчестве музыканта поддержала его супруга, также известная пианистка Джина Алиса. Сейчас же мы расскажем вам о событиях ближайших дней. С 6 по 8 марта в областной филармонии имени Жубановой пройдет серия концертов «Для тебя». 7 марта в Театре имени Жантурина состоится показ спектакля «Келлендер Кутерлиса». Гости Тимиртаусского театра для детей и юношества 7 марта смогут увидеть мистическую комедию «Неугомонный дух». На юге Германии планируют установить специальные антивирусные фильтры в общественном транспорте. В городе Ной-Ульме муниципальные автобусы оборудуют системами кондиционирования воздуха, способными отфильтровать 99% вредных частиц, выделяемых внутри салона. По словам перевозчиков, новая система позволит защитить пассажиров от вирусов. Так в компании надеются вернуть жителям уверенность в безопасности городских перевозок. Да, было бы здорово, если бы установили фильтры, так как вирусы сейчас повсюду. Если это помогает, и если фильтры работают, то я поддерживаю их установку. Тем более мы все равно не замечаем, как происходит фильтрация. И я думаю, что это хорошая идея. Коронавирус в Чехии добрался и до местных зоопарков. Несмотря на то, что они несколько месяцев закрыты, тестирование выявило COVID-19 двух индийских львов и самца гориллы. Ветеринары предполагают, что звери заразились от сотрудников. Симптомы пока очень легкие, однако необходимые анализы взяты абсолютно у всех животных, находящихся в пражском зоопарке. Как там надеются избежать вспышки коронавируса среди зверей в материале наших корреспондентов. Еще прошлой весной руководство пражского зоопарка забило тревогу из-за своего бедственного положения. Отсутствие посетителей вынудило директора обратиться к неравнодушным чехам с призывом о финансовой помощи. Лишь по предварительным подсчетам за весенний локдаун учреждение потеряло 2 миллиона евро. Однако нынешняя проблема, по словам служащих, намного серьезнее. Ситуация требует особого ухода за питомцами. В зоопарке сейчас несколько зараженных животных, которые находятся под наблюдением ветеринаров. За выздоровление трех жителей зоопарка сейчас борется вся Прага. Люди, которым не безразлична судьба зверей. Лично мы связывались с нашими американскими коллегами. Зоопарк Сан-Диего не так давно сталкивался с схожими неприятностями. Идет обмен опытом. Мы уверены, что наши львы и горилла поправятся. Но вопрос открытый. Сколько же еще зверей могут быть переносчиками инфекции? По словам ветеринаров, животные легко переносят болезнь. У львов простуда и кашель, у гориллы пропал аппетит. Инфицированных изолировали, чтобы избежать распространения вируса. Руководство зоосада надеется, что им удастся справиться самостоятельно. Ведь на серьезное лечение у учреждения нет денег. И так большую часть средств для содержания экзотических животных жертвуют добровольцы и волонтеры. Сейчас проводятся, может быть, банальные, но действенные операции, такие как обработка вольеров и клеток. Абсолютно у всех питомцев взяты анализы. Над ними сейчас работают специалисты в лабораториях. Плюс контактировать с животными можно теперь только в защитных костюмах и масках. Нельзя допустить, чтобы в зоопарке началась пандемия. Что касается средств, то мы действительно ходим по тонкому льду. Пока денег хватает, чтобы звери не были голодными. Но если потребуются сложные операции кому-либо из зверей, средств может не хватить. По одной из версий, подхватить коронавирус питомцы могли от заводчиков, работавших с животными. В этой связи в зоопарке срочно разрабатывают правила поведения на его территории. Одно из главных – абсолютно все гости должны быть в масках. Кроме того, всех работников парка будут регулярно тестировать на ковид. Дмитрий Лукша, Павел Невит, Хабар-24, Чехия. Ну и на этом пока все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до свидания.